Какое у нас солнышко сегодня! Да, Чижик? Птички черихают. Солнце уже прям греет. И по всей вероятности дождей не намечается. Поэтому мы, конечно, сегодня начинаем белить деревья. Наконец-то пришло время. И Саша решил побелить. Пока нету дождя, да? Потому что из-за дождей до сих пор было все не белено. Но уже потеплела красота. В общем, процесс пошел. Здесь, как Саша сказал, не только известь, а еще и медный купорос. Так что не только белится, а еще и... Это с ней сделано специально для деревьев. Для деревьев специально продается. Не для красоты. Конечно. Но оно все равно будет беленькое. Но там медный купорос присутствует. Поэтому, конечно, цвет такой немножко сероватый. Рожеватый. Да, да, да. Доброе утро, друзья! Приветствую вас сегодня. У нас, конечно же, прекрасная погода установилась. Надеюсь. И, конечно, работы по дому хватает. Особенно во дворе, в саду. Этим мы и занимаемся. В общем, радует, конечно, то, что погода наладилась. И можно уже что-то делать в саду. И, конечно, кто смотрел наше видео, видел, как мы боролись с травой. Сейчас, в общем, Саша там белит, красит. Ну, и я тоже, конечно, занимаюсь тут домашними делами. В общем, наводим порядки во дворе. Да, конечно, петухи поют. Ой, такое солнце, что иду в тень. Иду в тень. Уже можно посидеть в моей беседке. Вот. Немножко там тоже позанималась в саду, конечно, с травой этой боремся. Вот. Ну, и что хочется сказать, что, конечно же, весной вот так вот на воздухе, на природе, это, конечно же, красота. И еще, знаете, у нас такой свежий воздух морской, здесь недалеко море. И вообще природа, конечно, оживает с наступлением весны. Все цветет. В общем, знаете, на душе такое, после этой зимней спячки, после этих всех, конечно, прилетов, взлетов и вот этих вот всех перипетий, которые, с которыми сейчас сталкивается наша страна. И вот наступила весна, и кажется, что все плохое где-то, где-то. А мы, конечно, слава богу, тут немножко, как-то, знаете, в спокойствии, более-не-менее так. И, знаете, даже природа это все чувствует. И вот недавно в Одесской области, что хочется сказать, у нас есть такой национальный природный парк, Тузловские лиманы. И вот эколог рассказал, местный эколог рассказал о том, что прилетели розовые фламинго. И, знаете, это говорит о том, что у нас все-таки, знаете, в нашей части, в нашем регионе относительно экологическая обстановка нормальна, если птицы возвращаются, причем такие редкие птицы. Потому что, конечно, по всей стране, особенно в восточных регионах, там, конечно, экология из-за вот этих разных взрывов. И там, вы понимаете, какие там опасные и запрещенные вещества летают в воздухе. И это, конечно, жуть. Ну, а у нас, слава тебе, Господи, хороший воздух, природа, погода. И дай Бог, чтобы так и было. Сейчас такой ветерочек немножко. Чижик у нас тоже увидел, что я здесь. И идет, сейчас покажу. Вот идет ко мне наш Пузатик. Да, наш хороший такой. Да, ты пришел, ты пришел. Пивотные чувствуют, кто к ним хорошо относится, да. И, конечно, он там был вокруг Саши, крутился. Саша, конечно, не любит, когда ему мешают. Он любит один заниматься, если он занимается чем-то. Он говорит, так, все ушли, не мешайте. Он себе там, в общем, занимается побелкой деревьев и всеми остальными делами. Еще одна к нам чешет. Еще одна подтягивается. О, там водичка, решила остановиться. Попить водички и опять продолжит идти сюда. Этот уже улегся. Все, попила водички. И идет к нам, да, Чижик? К нам идет еще одна твоя подружка. Вот так. Почесала свои ноготочки. Да, и Чижик качается. В общем, вот так вот они балдеют. Главное, потеплело. Да, конечно, чихаешь. Правда. И можно и поваляться. Чижик хвостиком машет. В общем, вот такие мои питомцы, вот такие мои красавчики. Вот. Ну, а я сейчас пойду готовить пирожки. Надо мужа кормить. Он сегодня трудится не на шутку. Так что наше женское дело на кухню. Что остается делать? Так что иду, буду готовить пирожки. А у меня здесь жарится лук. Там поставила варить картошечку на пюре. Пюре будет с зажаренным луком. Это будет начинка для пирожков с картофелем. Партофель готов. Партофель готов. Посолим. Поперчим. И, конечно же, сюда отправим лучок. Ну и подавим пюре. Партофель готова. И сейчас сделаем тесто на кислом молочке. Как обычно, с одним яйцом. Сода, соль, сахар. И будет такое нежное тесто на пирожки. Вот пирожки уже готовы почти. И сейчас сковородка нагрелась. Отправляем пирожки на сковороду. И вот какие красавчики у нас получились. Здесь почти все побелили. Сейчас высохнет. Будет белее. Ну и последний штрих. Яблонька. Саша, и заканчиваешь. И идем пирожки пробовать. Я сделала пирожочки с картошечкой. Так что сейчас будешь снимать пробу. Да? Саша, ты готов пробовать пирожки? Это что, мои любимые? Конечно. С картошкой, с лучком. Да, как ты любишь. Вкусненько? Да. Как всегда, не хватает или бокала вина, или ренте водки. Ну вот так вот. Ничего. Мы же все исправим это. Ты же сегодня потрудился. Сделал работу, конечно. Поэтому. Ну все, приятного аппетита. Спасибо тебе. Все, приятного аппетита. Спасибо. Ну и вам тоже приятного аппетита, кто вместе с нами, кто готовит, кто кушает. Ну и, конечно же, весны вам. Весны, мира, добра и всего самого-самого лучшего. Пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok